Ваши в Азии информационный выпуск телерадио компании Гомель, у студии праце Натальи Игнатенко, витаю вас, глядите ухэтым выпуском. У Беларуси началось централизованное тестирование. Первые выпробования по беларуской мове сегодня прошли 28,5 тысяч абитуриентов. Молодежный конкурс «Аута Сеньярыта» 2017 провели сегодня у Гомели. У Ельску прошла областная громадско-патриотичная акция «Моёй краине-2017». До дела у Ёй запросили народных майстров и господаров агросядиб, які вызначаются нестандартными подыходами у праце. У православных християн сёння почался Пятроу пост, які будзе дожиться месяц с 12 червеня по 11 липеня. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. У Беларуси почалось централизованное тестировання. Первые выпробования по беларуской мове сёння пройшли 28,5 тысяч абитуриентов. У приватности на Гомельщине на централизованное тестировання зарегистровано 43,5 тысяч человек, что амаль на 5 тысяч больше, чем летось. Самым популярным предметом сирода абитуриентов з'является русская мова, на другим местом – математика. Централизованное тестировання будет проходить до 2 липеня. Резервовые дни с 30 червеня по 3 липеня. Початок испыта у 11 годин. Сертифікаты абитуриенты смогутся тримать 10 липеня у пунктах проведения ЦТ. Згодно с оперативными дадзіными, шматгадовые травы скошены на Гомельщине амаль на 70% площадь. При гэтым у Мазырском районе перший укос завершены полностью, а на Кармянщине и на Равлянщине работы наближаются до завершения. Адмовный уплыв на темпы работы казала холодная надворья, якое отзначилося у другой полови весны. По гэтой причине по объемах нарыхтовки господарки в области пакуль отстают от минулогоднего графика. Разом с тым повышение температуры поветра у червени и достатковая колькость опадков створаются добрые передумовы для другого укосу. Вогуля у структуры кормов, якая склалась в регионе, амаль 70% припадает на кукурузу. В связи с гэтым нарыхтовка шматгадовых трав, что проходить в гэтые дни, только початок великой работы, якая будет протягиваться до поздней осени. У Республиканским биологичным заказнику Днепросожске знайдзены новые виды рослин, яке занесены у Червоную книгу Беларуси. Размещенный у Лоевским районе заказник з'являются территории с оправды уникальной природой. Станом справ у заказнику подзекавился Олег Синцерову. Значение Республиканского биологичного заказника Днепросожске тяжко переоценить. На перде можно поставить, бодать, что только Беловецкую пущу и Национальный парк Приписки. Сегодня тут наличивается больше 50 видов флоры и фауны, якея занесены у Червоную книгу Беларуси. Переваги местовой природы люди оценили, яче у середины каменного века, когда на этих землях заявились первые поселищи. И навыц зараз, когда вся территория заказника находится в пограничной зоне, жадающих от почти скопая, тем больше, что выход на территорию заказника не заборонены. Очень много приезжают отдохнуть с Россией, с Украины, с самой Москвы приезжают отдыхать. Ну и Гомель очень часто здесь, рыбалка, очень красивые места. А прича так званых диких туристов, частые гости у заказнику организованной группы, маршруты на любой густ, на водном и автомобильном транспорте, эти пешки. Правда, при этом необходимо поддерживать определенные правила. Больше 14 тысяч гектаров находится под особенной оховой, а тому за нанесенную природой шкоду предоудержены достаточно высокие штрафы. У речи это, правда, уникальный куток, который необходимо обовязково сберегать. У нас слияние двух самых больших рек Беларуси, сажая Днепра, много заливных лугов и дубров. И вообще это и способствует разнообразию видов флоры и фауны заказника. По выразу экологов, Днепросожский заповедник – это соправдное царство флоры и фауны. Дубровы, сосняки, дековые, декоративные и даже техничные рослины, плюс редкие птушки и неведьми распрощаденные у инших водоемов рыбы, на кстал середе. Сегодня на территории заказника наличиваются 52 працанники червоных книги Беларуси, хоть администрации установок кажут, что до этой лечбы необходимо относиться осторожно, в том смысле, что она постоянно повеличивается. На самом деле их, я думаю, больше, потому что исследования еще мало проведены, и я думаю, что будут открытия еще. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Клоевский район. 26 работников гомельского гарнизона МНС, которые были мощнейшими по выниках районных этапов с поборницей, приняли в делу в конкурсе «Левший начальник дежурной измены подразделений по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь». В программе испытывал два основные этапы. Огневая полоса психологичной подрыхтовки, якая включая у себя проходжение перешкот у специальной аварийно-воротовальной экипировцы, и эстафета, якая уявляет собой раскладание линий пожарного рукава и транспортировку потерпелого. Что год конкурс выявляет левших выратовальников. Те, кто его проходят, лечатся полностью подрыхтованными до надзвычайных сдареньев у реальных умовах. Этот конкурс проводится ежегодно для того, чтобы определить более подготовленного начальника караула со всей области. Здесь участвует 26 человек. Из них мы отбираем трех сильнейших, которые будут представлять на чемпионате Республики нашу область. Сегодня у Гомелии отбылся молодежный конкурс «Аутосеньярыта-2016». В мероприемстве, организованном суместно областным управлением ДАИ и областным комитетом БРСМ при поддержке Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облаконкама, приняли в дел четыре молодые женщины, которые имеют водительское посвящение и автомобиль. Как проходила напруженная борьба сирот «Аутоледи», расскажет Вероника Ворошилина. Молодежный конкурс «Аутосеньярыта-2017» собрал активных и мотонакерованных женщин, которых объединил ошире любовь до вожжения автомобиля. Спочатку на суд жюри они представили творчую визитную картку на тему «Мой пящотный железный зверь». У стенах областного управления ДАИ ладились гумористичные выступления, учили тематические версии и песни. Взитка одной из конкурсанток нагадывала театральный мини-спектакль. Он разгорнулся прямо под открытым небом, лея ее автомобиля. И знаменим глядачу с историей его нобытя. В том году я выступала в районе своем, в Калинковиче городе. Заняла первое место. И там тоже была визитная карточка. Там выступали на улице. И все на реальных событиях основано, как оно было, только перевожено просто в формате сказки. Поспехово переодолюши творчее вопробовании, конкурсантки приступили до выполнения экзаменационных тестов. Звыклые на перший погляд правила дорожного руху, многим удельницам далися довольно непросто. Однако, коли девчаты трапили за руль своих железных коней, ситуация кардинально изменилась. Тут аутоледи отчували себе як рыбу в воде. Диагональная парковка, уздымная эстакада и выконание множества инших непростых элементов кирования наглядно продемонстровали, не глядя же на массовую мужчинскую иронию. Сучасные аутоледи справляются с ролью водителям Негорш. Женщины довольно соблюдают правила дорожного движения, ведут себя на дороге корректно. И мужчинам еще нужно поучиться. Большей частью все выдерживали все конкурсы. Даже в прошлом году все элементы проехали за 3 минуты. Женщина даже меньше, 2 минуты и 50 секунд. Максимально выказать свою индивидуальность конкурсантки постарались и с допомогой декоративного упрыгоживания своего аутотранспорта. Не меньше отказным выпробованием стало усталевание находки с дитячего аутокресла. За якостную демонстрацию своих навыков и ветов в дельнице конкурса были узнагорожены дипломами и каштонными подарунками у разных номинациях. Головный титул «Аутосеньярыта-2017» завоевала супрацовница Гомельского автобусного парка номер один Татьяна Стефаненко. 11 лет за рулем. Живу машиной. Я каждый день получаю удовольствие от езды на работу, с работы, в детский сад за детьми. Этот конкурс первый шанс и последний был получить вот этот самый диплом. Потому что в этом году у меня исполняется 31 год. И естественно на следующий год у меня уже такой возможности не будет. Огромное спасибо организаторам. Все было на высшем уровне. Интересно, весело, оживленно. Ухудки Мчасси Татьяна Стефаненко будет представлять Гомельскую в область у республиканским финале. Конкурс проводится с 2011 года. И нам приятно отметить, что эта инициатива вышла из Гомельской области. И сегодня этот конкурс принял масштаб республиканского. То есть в каждой области проходят вот такие отборочные этапы. Затем уже представительницы из каждой области встречаются в финале. Победительница нашего областного этапа также представит Гомельскую область 20 июня на конкурсе, который будет проходить в этом году в городе Гродно. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько. Телерадоя компания «Гомель». Протягивается проведение областной громадско-патриотичной акции «Моёй краяне-2017». У минулые выходные я ее принимали у Ельску. За ходом мероприемства назирали наши корреспонденты. Хойники, Брагин, Будокошалёва, Ветка, Добруш и теперь Ельск. Все лета акция «Моёй краяне» пройдет во всех районных центрах Гомельской области. Причем ни в одном городе яна не подобная на инше. Усюды – своя местовая особливость. У Ельска упор зарабили на региональную культуру и запросили на акцию як народных майстров, так и господару агросядиб, які вызначаются нестандартными подыходами у працы. Урешті у сёга – это визитная картка района, об якой есть подстава нагадать еще раз – обовязковые удельники акции громадской организации, путем лику их районной отделении. У кожного своя программа. Але одна задача – притягнуть людей до реализации корыстных справ, починаючи от звычайных, написанных на папиры пожеданию своей украине на кшталт «спокою и миру без войны» до доброчинной акции по сбору сродков. Для лечения ракового захворывания у местовой жихарки необходимо собрать около 42 тысяч долларов. Доказание допомоги долучився литерально у весь район. Организациями собираем, где-то на массовое мероприятие выходим, надо помочь. Девочке 22 года всего лишь, и мы просим всех, кто неравнодушен к чужой беде, пожалуйста, откликнитесь и помогите. Одно з центральных мероприемств акции «Моёй країне» – концертные номары. На сцене як мясцовые талленты, на недохоб, яких у ельском районе николи не скарделися, так и гомельские выканавцы. Дети и дорослые, лауреаты областных, республиканских и международных конкурсов. Дуэт «Не баян стайл» тримает увагу глядачу на протягу усяго выступления. До этого инструмента уже хору ельску у вогулі особливые относины. С 2000 года по инициативе гомельских абловы канкама и ельских араевы канкама тут проводится фестиваль «Грай гармоник», який летось прошел уже у девятый раз. А тому гармонии баяны на полесе вельми популярные, як дорыше и у вогулі на гомельщине. Есть возможность показать баян в разных направлениях совершенно, как и в классике, в современной обработке классику играть, так же и какие-то народные вещи играть в современной обработке. И это интересно как пожилым людям, так и молодежи. Стать удельником акции «Моёй країне» може кожным. Урешті любить і поважать свою родиму, почуттю ад серцем. 17 червня эстафету примуть житковичи. Олег Сентюрома, Рына Джала, Валерий Гапанько, телерадиокампанію «Гомель» з Єльска. У «Гомелі» стартовало першинство Беларусі по спортивным арендованні. На протягу трох дзен удельники будуть споборнічаць на території обласного центра і Гомельського района. Открытё споборніства отбылось сёння у середній школі номер 67 «Гомеля». Першинство сабрало більш як 300 удельников. Гэта сборная команды з усіх областей і Мінска. Аду стану додаткова едукація, клубов дзятячых юнацких спортивных школ, а так само спортсмены, які выступаюць у особистым заліку. У нашій країні спортивное арендованні актылна развіваєцца як масову від дзятячага і молодёжнага спорту, бо такі заняток сполучає ў сабе як физічну нагрузку, так і разумовую дзейнаць. Программа мероприємства продуглеживає проведення споборніства у чатарох узроставых групах. Церод юнаков і дзявчат на трох дистанціях – спрынтерской, класичной і двохэтапной эстафеті. Споборніства пройдуть як на території Гомеля, так і у ліснім масиві, розмішанному у 30 кілометрах від обласного центра, неподалеку від візки Теруха Гомельського района. Проживати у дзельніки першинства будуть у лагері, які разоб'ють ваурочищі Казара. Ми знаходимося в Гомельському регіоні, тому що є определенне достиження. Це є определенні ресурси для проведення республіканського первенства. Це, конечно, те спортсміни, те тренера, які займаються з дітьми. Гомельський центр, обласной центр туризма і краєвидення – один із лідіруючих в республіки області заняття дітьми туризмом і спортивним ориентированням. В цьому гаду Гомельський регіон вообще стал республіканській площадці по туризму, тому що следуючі спартакіада по спортивному і по туризму пройдет також в Гомельській області в кінце іюня. У православних християн сьогодні почався Пятроу пост, який буде довжиться місяц – з 12 червня по 11 липеня. Пятроу пост установлены у пам'ять апостола у Пятра і Паула, які постилися рихтуючись себе для евангельської проповіді. Протяглость Пятрова поста залежить ця дня святкавання, Велікадня, самый протяглый пост може довжиться 6 тыднів, а самый короткий – 8 днів. Заканчується Пятроу пост за усёды у дзень апостола у Пятра і Паула. Пост – це час покаяння і підпраткавання тіла духу. Що тычыцца кухні Пятрова поста? З раціону виключаюць продукты жівельнага паходжання, дозволяецца выкрысовуваць у ежу толькі рослинні продукты і рыбу, окрімя сі рады і пятніцы. Однак спеціалісты звертаюць увагу – подчас поста треба быць уважливымі до свайго раціону і не допускаць обміжаванню, які негативно вплываюць на здоров'я. ГТ, а так само інші новіни, ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by. Далі у ефірі «Спортивний агляд». З новінами спорту вас познайоміць мой колега Максим Савін. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!